Вот такой потрясающий заказ Фаберлик я получила. Всем большой привет! Сейчас рассмотрим поподробнее. Ну вот так вот, просто вид сверху. Разложила на полу, на коврике. Посмотрите, начну с пакетов. Они просто такие классные. Вот эти вот зеленые вообще огромные. Вот посмотрите, прихватки и пакеты. То есть насколько они огромные. И вот такие вот маленькие называются. Но они, наверное, даже больше, чем прихватки. Ну давайте смотреть. Прихватки. Клетка. Такая информация. Не буду пока распаковывать. Сделано в России 18 на 18. Вполне себе симпатичные. Можно на подарок. Там у меня фартучек. Он тоже очень классный. Мне понравилось качество материала. Он такой плотный. Как будто лен. То есть плотный. Видите, как шуршит. Просто однотонный такой фартук. Ну как однотонный, с одним рисунком. Вот такой вот плотненький. Вот. Очень красивый. Такая информация. Стопроцентный хлопок. Так. И на пакете. 60 на 70. Сделано в России. Фартук понравился очень. Фартук вообще стоит своих денег. Вообще классный материал. Не знаю, как носиться. Но мне будет, мне кажется, хорошо будет носиться. Водолазочка. Кстати, цены озвучу в конце. Мои цены, по которым я взяла. Вот такая водолазка. У меня был купон. И решила на водолазку. 40% скидка. Из рельефного трикотажа. Взяла на размер больше 50XL. Чтобы была посвободнее. Потому что не люблю, когда в Долазке все как гусеницу облепляют. Неидеальное тело, так скажем. И вот это вот прям класс. И цвет такой, знаете, серо-зеленый. Как вот серо-мятный даже. Как вот шалфейная листва, что ли. Вот что-то такое. Так, пришла она, значит, еще вот в таком зип-пакете. Эта информация. Я ее, можно сказать, чисто случайно словила. Вот. Ловила, ловила и словила. Так, боксеры. Такая информация. Качество хорошее. Беру и сыну, и мужу. Это сыну. Хороший. Приходит. Единственное, раньше приходили в зип-пакетики. Сейчас вот в таком вот недоразумении, конечно. Фаберлик, исправляйтесь. Но это вообще не дело. Я, конечно, все понимаю. Но ценник-то у боксеров 700 рублей по каталогу. Извините. Но это не дело. Так. И вот такие вот салфеточки. Набрала много, потому что были бонусом за покупку. Но нам нравится. Дочку пользуются. Дочку пользуются. Ну и так в дорогу брать. В общем, хорошие туалетные бумаги. Можно смывать. Поэтому да. Так. Формат у меня сегодня такой, но не обессудьте. Гели из серии Beauty Cafe. Три банановых решила взять. Остатки сладкие. Там какая-то распродажа висит. И малиновый под заказ. Банановый очень классно пахнет сладким бананом. Рекомендую для тех, кто любит действительно банан. Эта отдушка очень классная банановая. Вот такие висели по срокам годности Green Karma. Я не пробовала. Это у нас маска натуральная. Три в одном. Мне кажется, как скраб и маска, и как гель для умывания. Попробуем. Так. Сделано в сентябре 23-го года. Кстати. Да? То есть, сколько у нас получается-то? В сентябре 24-го это только будет год. И еще полгода или даже год. То есть, сроки-то хорошие. Но купила ее ниже 100 рублей. Вот так вот мне повезло. Парфюмчик по виповской скидочке. Каори Юзу. У меня такого еще не было. Коробка, конечно, плохого качества. Разодралась сразу. Ну, в общем, какие-то тут даже иероглифы. Это что? Что там написано? Мое незнавше с любви до ныне сердце с тех пор, как полюбил тебя. В общем, что-то написано. Вот. Можете почитать. На досуге. Так. Она не будет фокусировать, да? Не будет фокусировать. Ну, ладно. Такие, в общем, буквки какие-то. Ну, Цура Юки. Ки Цура Юки. Что-то там написал. В общем, аромат это легкий, недолго играющий, но приятный. Зеленый чай с какими-то фруктиками освежающими на лето. Очень даже неплохо. Девчонки в восторге от этого парфюма. Это новинка. Черный флакончик у нас вышел. Лаал. Не ожидал, что он мне так понравится. Единственное, что мне не нравится. Ну, он шариковый и масляный. Такой формат как бы не все любят. Я тоже не очень люблю. Но вот так вот в сумочку кинуть. Ой, какой он шикарный. Вот это мое. Это сладкий. Это очень сладкий. Но не приторный. А очень такой вкусно сладкий. Прям хочется вот нюхать, нюхать. Услушать и слушать. Да, ваниль, черная смородина и что-то еще. И что-то еще. Вот я только сейчас смотрела. В общем, вкуснющий. Он мне что-то напоминает. Может быть, что-то из детства. Я не знаю. Но аромат мой. Я люблю такие. То есть это для меня вот из всей линейки самый лучший оказался. Сначала я синий полюбила из этой линейки, которого сейчас нет. Но синий у меня есть. Он классный. Вот. Но теперь на первом месте у меня вот этот черненький. Значит, здесь фруктово-гурманский аромат с нежным цветочным сердцем. А, флердоранж здесь еще есть. Вот. То есть я его тоже взяла, по-моему, по картам бонуса. Да, девчонки, жалуюсь. Карта бонуса. Это прям не дает нам, Фаберлик, скучать. Да, как в детском саду. Вот играйте, развлекайтесь, тратите свое время, сидите, высчитывайте, где что выгоднее можно взять. По картам, не по картам. По каталогу, не по каталогу. Честно, меня это так выматывает. Я так их ненавижу, эти карты бонуса. Я терпеть их не могу. За 10 лет меня уже с этими картами Фаберлик вымотал уже просто. Я не знаю. Вот тратишь на это время, полдня точно, сидишь и выгадываешь, особенно, когда у тебя карты тех полно, 50 штук, да? И ты сидишь, выгадываешь, что тебе там выгоднее взять, блин. Ой. В общем, мне не досталось ни одной 70% скидки из моих вообще, ну, огромного списка карт, да? Ни одной 70%. Ну, это куда вообще годится? Одна скидка 65%. Вот я ее потратила на Лау, то есть на парфюмере она была. На новинку решила я ее взять. 70% я по ВИП взяла Юзу. И еще одну 70% скидку я потратила. Вот. Вот на это опять на БАТ Ливер Суппорт для печени. Сейчас я его пью. Но надеюсь, что хороший. Я не знаю. Потому что я не чувствую, как бы, что-то там, да? Но он должен гонять желчь, в общем. Тут у нас аскофилума какой-то, ламинария. А это порошок. Вот этот вот водоросль очень полезный. Вот, пожалуйста. Если он... У меня что-то сегодня фокус плохой. Наверное, размазывается из-за списка. Ой, из-за вот этих баночек. Артишок, Растороп, Шапунция. Еще тут что-то. Витамин Е, перец. По две таблеточки рекомендуется в день. Ну, в общем, я пью. Так, что еще? У меня глаза разбегаются. Давайте по очереди. Значит, гель земляника под заказ. Ну, все знают их земляничный. Ботаник у нас сейчас идет с хорошими скидками по бонусам. 155 рублей вот эти гели большие, 400 миллилитров. И шампунь. Сейчас покажу сначала геля. Пион и смородин. Очень классный аромат. У меня тоже под заказ кое-что. И кое-что буду так на свободной продаже выставлю сейчас девочкам. Потому что мне они вот лично очень нравятся. Наверное, больше всех после кофе. Вот этот классный для меня. Это календула, облепиха. Замечательно. Вот эта фиалочка. То есть на подарочки вот так символически даже очень хорошо. Яблочко. Классно пахнет. С зеленым яблочком. Шампунька Алоэ. Тоже хорошие шампуни достаточно. Но для этой ценовой категории замечательные. Я думала, они посредственные какие-то будут сушить. Потому что в составе СЛС все такое. Нет. Я крапивой сейчас пользуюсь. Честно, боялась к нему подойти. Смотрела долго-долго. Смотрела и решила помыть волосы. И представляете? У меня такая шевелюра, когда высохли волосы. У меня такой объем. Такие кудри. Такие локоны. Не надо ничего не завивать. Просто расчесал, пошел. Это вообще просто вау. У меня нет одного такого шампуня. Такого эффекта не было. Таких кудрей. А от крапивы есть. Алоэ еще не пробовала. Но это все под заказ тут у меня, девчонки. Так, это пена для детская, меняющая цвет. С, по-моему, зеленого на синий. Как-то так. Так, значит, это новинки. Что я по ним скажу? Шампунь и бальзам Фрези. У меня были под заказ гели Фрези. Но их нет. Вот решила взять шампунь. Может, девчонки возьмут. Но вообще у меня одна брала. А ей не понравилось. Но мне, честно говоря, тоже. Какой-то мыльный аромат. Не знаю, сейчас понюхаю. Мыльный, обычный. Ну, то есть, они невзрачные вообще. Прямо, что такое, не знаю, непонятно. Вот мне понравился больше всех Камелия. Очень нежный такой. Такой, действительно, цветочный. Яркий. Такой с кислиночкой. Такой, как будто вот шиповником пахнет. Роза шиповника. Вот этот вот мне понравился. Так, вот это вот под заказ тоник и гель. Ботаника. Из дешевой серии. Так, значит, у меня вот набрала, чтобы выпадало, у меня все взяла. Все эти ботаники. Так, здесь у меня по купонам решила взять. Вот еще у меня не было такого. Бальзам из живицы будем пробовать. У меня у дочери аллергийно холод вылезло на руках. Вот эти вот красные сухие пятна. Вообще капец какой-то. Так, под заказ зубная паста, опять же, с бананом детская. Один под заказ, другой себе решила взять. Люблю эту серию. Гель для бритья, орхидеи, масло мурмуру. Хорошая серия. И вот станок под заказ. Девушка взяла гель и станок. Станок я себе не взяла, но все его так хвалят, что даже вот хочется уже взять. По бонусам сейчас идут вот такие большие пасты. Экстра свежие. Всего 99 по каталогу. То есть 100 миллилитров. У меня это все, это все три под заказ. И эта же женщина заказала плампер. Наконец-то я его словила. Вообще в этом заказе я все словила, что хотела. Все, что у меня заказали. Потому что долго всего не было. Правда вот из лаванды я не словила полотенца. Я ждала, ловила другие вещи. Пока я ждала другие вещи, вот эти полотенчики у меня просто ушли из корзины. Я ждала пакеты. Я ждала вот эти вот пламперы. Их не было. Вот. Потом помадку у меня заказали из новой серии. С коллаген. Оттенок, по-моему, какой-то... Ух ты что ж ты летаешь-то. 41-147. Какой-то там натуральный нюдовый. В общем, там я находила сводчик. Краска, кстати, у нас новая будет. Сводчи находила. Девчонки, кто получали? Новые шампуни, что ли? Активный рост волос. Вот. Сейчас. Им понравились. Вот эти вот помадки. Опять, что ли, какие-то подарки. Ёшкин кот. А, это стартовая программа. Да, кстати, регистрируйтесь, девчонки. У меня сук всегда в инфобоксе. Я всегда помогу, если что-то нужно, с вопросами обращайтесь. И кто у меня в структуре, обязательно пишите, если у вас какие-то вопросы есть. Потому что я могу не писать и не беспокоить. Вот. У меня такая вот позиция. Я в структуре не нахожу я помаду. Короче, вы поняли, да? Там какой-то нюд можно посмотреть в каталоге. Так, а где-то он? 150. Глэмшайн. Лучшая цена каталога на помаду будет. Отсвечивает все. Где новинки? А, вот этот у меня еще заказали. Стрелки рисовать. Кстати, я его взяла по купону. Сухой шампунь мне тоже под заказ. Так. Ну что, нету? Вот она начинается. Да, вот. 41. Да, карамельный нюд. Прям совсем нюдовый такой оттенок, да? Ну, вообще, вроде бы, такая неплохая серия. Такие, вроде, помадки увлажняющие должны быть. Ну, посмотрим. Что еще? Значит, пакеты я вам рассказала. Это прям большое. Добротные такие пакетики. У меня такие из Икеи. И поэтому я очень ждала. Хотя, может, из Икеи поплотнее будут. Надо сравнить. Мне еще остались. Я ждала, что Фаберлики тоже что-то подобное выпустят. Наконец-то выпустили. Ну, ценник, правда, негуманный. Ну, так вот как-то регистрируйтесь. Будет погуманнее. Вот. Бальзамчик груша. Ну, многие пользуются, хвалят, да? Аромат приятный. Увлажняет. По купону гель с электролитами для приборов вот этих вот светодиодных. Светодиодных у меня это тоже заказали. Выгодно было по купону взять. Так, шампуньки. Вот они. Так, это у нас с чем? Восстановление и уход. Прополис и шиповник. Наверное, вкус не пахнет. Правда, медом и баней. Прикольный запах. Так, почему по-английски написано? У нас русский язык. Шампунь яркости, шелковистость, клевер и гранат. Клевером не пахнет, потому что я точно знаю, как он пахнет. Это мой любимый цветочек. По запаху здесь скорее кислинка какая-то, возможно, гранатовый. Но вообще невнятный запах не понравился. Это еще один прополис. Здесь у нас сила и энергия, касторовое масло и хмель. Похож с прополисом, чем-то опять же баней пахнет натуральным чем-то. Два в одном репейник, да? Восстановление защиты березы и репейное масло. С кислинкой, как будто яблоком зеленым пахнет, да? А здесь у нас мороженое. Здесь облепиха и можжевельник. Очищение и увлажнение. Опять же баней пахнет. Но можжевелом тоже пахнет. Вот эти вот. Так, это объем и густота. Лен и масло зародышей пшеницы. Ничем не пахнет. Реально ничем. Так, и масло крапивы и липовый цвет. Укрепление и блеск. У меня, кстати, какой-то из них еще тут заказали. Тоже, уже не пойму, ничем не пахнет вообще. И вот этот вот ромашка, питание и блеск. Ромашка и кедровое масло. Тоже ничем не пахнет. В общем, самые такие пахучие, это вот, вот этот вот зеленым яблоком пахнет. А вот эти вот два прям баней, медом, с чем-то таким травяным. Остальные как-то вот посредственно пахнут. Так, вроде все бы вам рассказала. Быстренький у меня такой обзорчик получился. Да, гель и фрези, кстати, я не дождалась, я уже сказала вам. А, порошок-то я забыла. Порошок по купонам. Для белых и светлых тканей. Гринли. Вот такой вот биогель для очищения туалета. Тоже Гринли. И вот такой вот для обивок пена, для ковров, тканей. В общем, скоро буду мыть всякие там диваны. Сегодня уже вымыла два окна. Сегодня была прекрасная погода, солнечная. Аж захотелось мне намыть окна. Вот, испробовала я как раз в действии новую салфетку. Для окон Фаберлик. Вот эта вот, как она ребристая там такая, да. Ну, знаете, конечно, получше, чем предыдущая. Но все равно разводы есть. Я, наверное, не знаю. Может быть, поменять мне какой-то другой спрей. Либо что-то добавлять на шатырки нужно. Но тут, наверное, уже не от тряпки зависит, а от моего стекла. Оно уже, наверное, такое все. Какое-то непонятное, что вот никак оно без разводов не моется. Не знаю, там ничего делать. Ну, так, в общем, такой у меня заказ получился. Давайте посмотрим, что сколько стоит. Увлажняющий гель с электролитами. 233 рубля. Гель для умывания Василек Гранат 103. Тоник Василек Гранат 103. Для туалета 167. Стиральный порошок 296. Шампуни по 115. Гели вот эти вот ботаников. Все по 115. Поддержка печени 960. Гели Бьюти Кафе по 81 рублю. Земляника по 103. А банан, кстати, 73 рубля. А малина. Хотя... Странно. Малина. А, наверное, я ее выбрала по купону, чтобы бонусов побольше было. Поэтому на 81. А банан по 73. Но бонусов меньше. Баллов вернее. Бальзам и груш 74 рубля. Гель для бритья по 100 рублей. Ой, нет. Один 100 рублей, а другой 110. Это потому что купоны. Ой, я вообще с этими купонами просто не знаю. Давайте, Фаберлик, уже заканчивайте ваши игры в детский сад. Ну, правда. Сделайте ценники уже прям, я не знаю, одинаковые для всех. Я понимаю, конечно, это неинтересно по маркетингу, да? Но многие плюются и многие бросают эти купоны. И даже не делают, и не заморачиваются. Ну, реально, это капец. Фитобальзам с живицей 100 рублей. Сухой шампунь 133. Пена для ванн детская 110. Детская зубная паста 73. Гель для душа. Это все ботаника. Алоэ 103. Пасты по 81. Пенный очиститель 300. Каори Юзу 420. Влажная детская туалетная бумага по 96. Гель Камелия 73. Масляные духи 259. Помада филлер. Коллаген 185. Плампер 167. Стойкая подводка. Вот это со штампом 150. Но это по купонам. Конечно, все это интересно, да? По купонам ниже цены иногда выходят. Но, блин, там сидишь, время просто теряешь полдня, чтобы выискать, вот что взять подешевле и где выгоднее. Это просто для моих мозгов, даже бухгалтерского типа, да? И то это кошмар. Я представляю, что для обычных людей, которые не любят там считать и не заморачиваются. Просто вот. Я не знаю. Вот расскажите, пожалуйста, что вы делаете. Если у вас много купонов, как вы там вообще сидите? Наверное, целый день, а то и два, да? Так, стойкая подводка, маркер, я сказала. Маска Детокс. Вот это Грин Карма по 103 рубля. Так, Ботаника. Каталог 25 по ВИПу рублей. Пакеты. 221 средние. Большие 296. Станок для бритья 296. Фартук 370. Прихватки 273. Доставка все съела. 149. Так, и у меня еще где-то были чеки маленькие. Наверное, в коробке. Там, где водолазка. По-моему, она стоила 980 или 960 рублей. И трусы боксера где-то вот 500-600. Вот так вот у них ценят. Потому что в каталоге, я не знаю, тоже у этих трусов запредельный. Сейчас посмотрим. Кстати, будет подарок для новичков. Серия Калаген. Девочки не пробовала, но многие хвалят. Сделайте заказ на 1500. По ценам каталога. Минус 20% это будет 1200. На 1200 сделайте заказ. И вы со вторым же только заказом получите этот набор. А первый заказ, подарок, ничего вы не получите. Просто у вас сделается заказ со скидкой. В первом, значит, заказе скидка в подарок 20%. А уже во втором заказе и скидка, и набор Калаген. Выгодно. Я любила проходить стартовые программы, потому что, ну, выгодно. Раньше было прикольно, конечно. Цены были пониже. Распродаж было больше. Ну, и сейчас тоже неплохо. Просто я уже, наверное, от этих купонов так устала, что у меня все нервы они вымытыли. Так, вот такие вот у нас зонтики автоматически. С 1100 рублей и... Это какой? С цветком? А, это с цветком зонтик 1100. И футболка горчичная. Страница. В общем, с котиками, да? А, принт-кочки. Ага, поняла. Два зонта. С цветком и с котиками. С котиками мне нравится. А вот это какой-то как будто... Как будто растекшийся рисунок, да? А вот с котиками очень даже ничего. У меня зонтов полно, поэтому я не буду брать. Очень много зонтов. Я не хожу особо под дождем, чтобы вот этот прикольный цвет мятный. 1200 трость. Тут разные будут оттеночки. Салатовый, мятный, серый, розовый. Кепочки появляются. Вельветовые, по-моему, да? Нет, из хлопкового твила. Вот. Кто любит кепки, я не люблю. Здесь, опять же, зонт. Сколько у них зонтов-то? С каким-то там виниловым покрытием. Тысячу рублей. Тоже несколько оттенков, да? Синий и мокко. Ой, я еще не смотрела, честный каталог-то. Женские кеды 2600. Вот так вот. Ну, если будет качество хорошее, да? Потому что я тут смотрела кеды, мне нужны были на Валберс белые. Вот я хочу такие белые. Либо с черным. С черными полосками. Наверное, да. С черными полосками. Прикольно. Вот. Я попробую себе заказать. То это нормальная цена. Потому что кеды, да, от 2500. Ну, за полторы, я не знаю, есть, конечно. Но это такое качество убогое. И то я побоялась заказать на Валберс. Потому что, ну, все... Никто не хвалит практически. Мало отзывов хороших. Так, вот такие вот кроссовки. Ну, я такого типа не люблю. Они какие-то тут такие тряпичные, в общем. Я не люблю такие кроссовки. Кеды, да. Кеды закажу. Так, свитшот из футера 2000. Не надо. Не хочу. Джеггинсы. Не хочу. У меня полно уже Джеггинсов старой коллекции. Я их уже не ношу. Надоели. Ношу черные вот под кожу брюки. Очень, кстати, удобно. Но не от Фаберли. Вот Ларри Дут у меня есть. Мне хватит от них. У них удобно, да, в грязь вытер. И пошел дальше. Там в дождик, да. Все такое. Женские футболочки. Ну, футболок у меня тоже полно. Навряд ли я буду. Хотя, не знаю. Их всегда как бы... Они всегда как бы нужны. Поэтому, возможно, V-образные футболки. Но V-образные я точно не буду. Я не люблю такие. Они мало вообще кому идут. V-образные. Да, конечно, одной рукой. Мне не очень удобно. Я вообще искала что? Боксеры. Вот они. Так, набор мужских носков. Вот они. 700 рублей, я же говорю. Цена не хилая. Пакет хилый. Ой. И, по-моему, мужу я XL заказала. Они какие-то маленькие. Что-то пришли. Мне кажется, как-то они... Что M-ка, что XL-ка надо сравнить. Честно говоря. Качество неплохое. Но что-то они начали мудрить. И с ценой, и с пакетом, и вообще. С размером. Так, мужские футболки. Не знаю. Пусть сами берут. У меня я имею в виду... Иногда, конечно, я покупаю им здесь. Вот. Ну, в основном они сами любят покупать у меня. Какие хотят. Потому что столько было уже. Ну, купишь и не нравится. Отправляешь назад. Вот бумага вот эта туалетная. Сейчас она, кстати, по 129. А так она до 150. Ну, в общем, здесь у нас уже вроде бы новинок нет. Все остальное мы не будем смотреть. Все эти... То, что уже было. Ну, цены, я вам скажу, вот как бы стабильные. Ну, стабильность тоже хорошо, да? Ну, то есть нет каких-то вот маркетологических зацепок. Нету каких-то вот драйверов каталога. Вот новинка. 395 рублей. Капсулы для стирки с энзимами. 15 штук. 2 из 2 пачки покупаешь, да? В общем, 390. В общем, 400 делим на 15. Сколько будет рублей? А, еще и минус 20 процентов. Ну, в общем, посчитаем, да? 400 минус 20. Это где-то 80. Так, 320 получается. И делим на 15. Где-то 20 рублей с чем-то там, с хвостиком, с каким-то получается. То есть одна стирка получается где-то 20 рублей с хвостиком небольшим. В каталоге все есть. Все прекрасно. Люди, заказывайте. И полотенчики, пожалуйста, вот вам, да? Заказывайте, люди. Все есть. Она в наличии, блин, ничего нет. Мне уже, честно, это выматывает немножко. Боишься уже каталог показывать. Все пляшет, все пляшет. То есть, то нет. Следи. Вот следи за этим. Следи за тем. Угадывай, где что выгоднее. Короче, это вообще. И смешное, и грешное, я не знаю. Вот это вот что? 3 500, да? Кто покупал? Потому что на Валберсе есть и за 1000, и за 1500 такие же. В чем разница? В чем фишка именно нашего? Да, чем он лучше, чем на Валберсе? Я не знаю. Люди идут туда, там дешевле. Я, конечно, не знаю качество. Поэтому я и спрашиваю, кто покупал. Скажите. Может быть, там качество фигня. Так, прокладки 179 будут. Больной вопрос. Подешевле бы хотелось. Так. Ну, я это редко беру. Потому что в основном я либо молекулярные беру, либо в другом месте. Ну, молекулярные вроде бы неплохие. Не знаю. Ну, вроде бы неплохие. Вроде бы работают. Так, смотрю цены. То же самое. Все стабильно. Пена почему-то... Раньше было 159. Теперь в последнее время 199. То есть, видимо, детям нравится. Часто берут, да, и решили ценник поднять. Почему бы и нет? И так возьмут. И так возьмут. Хомигаги 129. Понизилась цена. Неплохие, кстати, пасточки. Я сейчас сакуры чищу. Все дочистила, по-моему. Я все дочистила. Вот последний у меня сакура. Хорошие. Так. 109, 100 миллилитров. Пожалуйста. Без всякого бонуса 109 рублей будет. Ну, цена неплохая. Люди берут. Так. Вот станки. 139 также. И гель. Для притя 159 также. Станок надо попробовать, кстати. Вдруг понравится. Так. С аметистом у нас тут. Кстати, аметистый гель тоже я не выловила больше. По-моему, не появлялся. И в каталоге даже нет. Хорошо, хоть не напечатали. А то бы заказал у меня кто-нибудь. Так. По 99. Вот, пожалуйста, фрейзи есть в наличии. Все есть. А на самом деле начнешь заказывать, ничего нет. Вот я не урвала гель фрейзи. Не было. Я его долго ждала. До четверга я его ждала. Так, 179. А у нас сейчас подешевле. Что у нас еще? Интересненького здесь есть. Ну, вот так вот пролистаешь каталог, да. Все стабильно. Кстати, у меня заказали водичку мужскую товаруа. Но ее нет. Конечно же. Зачем? Хотя флаконы поменяли. Вот, пожалуйста, флаконы поменяли. Покупай не хочу. В каталоге напечатано. Но ее нет. Да. Не знаю. Появится вообще, не появится. Многие туалетные воды убрали. Вот из старинок там что-то убрали. Фортуна-то не вижу там. Пундор, по-моему, тоже нету. В общем, много убрали. Так. Ну и все. Тут декоративная косметика. Так. Ничего, пока не хочу себя... Глаз у меня ни за что пока не зацепился. Потому что у меня еще многое есть еще, поэтому пока нет. Ну вот из новинок что-то там я сказала. Кеды, да? Кеды попробую. Если они удобные, конечно, будут. А если они будут жесткие, я верну. Так. Вот Green Karma с 40-процентными, с 50-процентными скидками. Так. Маска для лица. Натуральная маска. 4. Стою. За 103 сейчас взяла. Так что у кого висит по срокам годности, берите. Годность хорошая. Ну, по крайней мере, мне пришла. Хорошая. Так. Ну и тут кислородная серия. Вот. Все. На этом каталог полистали. Такая у меня что-то традиция. Пока никому не отдала. Да, я с вами полистала каталог. Ну все, девушки, мальчики. Всем спасибо за то, что посмотрели. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Пишите, что берете вы. Обязательно приглашаю на регистрацию, чтобы было подешевле. И всем хорошим настроением. Пока-пока. Все равно Фаберлик. Немножко, но радует. Спасибо.